Мы говорим День защиты детей, День защиты прав ребенка. Что это такое? У нас на связи Ольга Лавренюк, адвокат. Давайте поговорим, что такое конвенция о правах ребенка. Доброе утро. Доброе утро. Вам есть кого поздравлять сегодня с Днем защиты детей? Да, есть. Это мой сыночек Артем. Артем нас сейчас слышит, видит? Нет, он смотрит мультики, чтобы маме не мешать. Ну вот, на самом деле, передавайте ему большой привет от нашей программы и передавайте, что мы уже встаем вместе с вами на его защиту от всего возможного. А что возможно, будем об этом говорить. Что такое конвенция о правах ребенка? Конвенция – это своего рода соглашение ряда стран, а если быть точнее, 191 страны мира, о защите прав детей, о их базовых потребностях и не дискриминации. А как конвенция о правах ребенка определяет, собственно, самого ребенка? Это любое человеческое существо до 18 лет. Там есть поправка, что в ряде стран этот возраст может быть отличаться от 18, потому что в некоторых странах, менее развитых, возраст совершеннолетия уменьшается. Так. А какие руководящие принципы этой конвенции? Руководящие принципы – это обеспечение базовых потребностей ребенка, право на здоровье, на жизнь, на имя и, самое главное, не дискриминация, в зависимости от его религиозных предпочтений, расовых, имущественных. Я с вами согласна, Оль, что, наверное, это самое главное, потому что, если не говорить на каком-то широком спектре дискриминации, то мне кажется, что вот как раз, когда мы вспоминаем буллинг, когда мы вспоминаем какие-то притеснения ребенка, то вот это и идет та самая дискриминация по внешним признакам, по национальности. Ну, я сама даже с этим сталкивалась в свое время, знаю, как это больно, как это тяжело. Как в нашей стране, как, кем, чем регулируются права ребенка? Дело в том, что самое сложное – это защитить права ребенка, потому что в основном защитником ребенка должны выступать родители. Но сложность в том, что очень часто именно родители являются теми людьми, которые обижают ребенка. Вот, казалось бы, парадокс какой, да. Да, вот такой парадокс. То есть в конвенции предусмотрено, а также в нашем законодательстве, что ребенок может обратиться за защитой своих прав непосредственно в правоохранительные органы, а также к омбудсману по правам человека. Но, опять же, для всего этого необходима поддержка родителей, которой, как мы понимаем, не всегда можно получить. То есть как раз именно в той ситуации, когда ребенок получает в семье какие-то сложные такие ситуации, получается, он попадает в такие сложные ситуации и просит защиты, то как раз он не получает поддержки родителей в этой самой просьбе. Такое противоречие, да? И как поступать в таком случае? К сожалению, это пока пробел законодательства, как же именно самому ребенку в случае, если родители игнорируются, игнорируют свою обязанность защищать ребенка, поступать. Либо есть горячие линии, есть общественные организации, которые люди сами создают для того, чтобы ребенок мог обратиться. Социальные службы тоже могут принять заявление от ребенка и правоохранительные. Вопрос именно в том, что эти все органы на ребенка не реагируют так, как на обращение взрослого. То есть они не слышат голос ребенка, они слышат голос взрослого в первую очередь? Да, даже если смотреть статистику по правонарушениям, ее пишут именно не со слов ребенка, а именно со слов взрослых. Это большая проблема, согласно с вами. А какие права детей в Украине нарушаются чаще всего? Нарушаются, в принципе, многие права. Я считаю, что больше всего нарушаются, если относительно семей, это право на свободу самовыражения, на свободу мысли. То есть если ребенок хочет, условно говоря, красную машинку, то мама хочет ему купить именно зеленую. И это уже своего рода нарушение права, то, что его мысль и его потребность ставятся на второе место. Проблемы со здравоохранением, потому что недофинансированы многие программы детские для обеспечения здоровья. Право на образование тоже у нас немножечко хромает, потому что не всегда есть возможность отправить ребенка в садик, либо в школу. Он не всегда может ходить. Спасибо, Оля. Еще один вопрос. Возможно, подсказка нашим маленьким зрителям, которые попали в сложную ситуацию, не видят поддержки дома, не находят поддержки в школе. А ситуация вот действительно какая-то критическая. Как, куда идти, кому идти? Вот он вышел из подъезда и что? Есть очень много общественных организаций, которые занимаются поддержкой детей. Есть их также представительство и в Украине. Можно попытаться найти их номера телефона в интернете. Либо, как я уже говорила, это омбудсмен по правам человека. Тоже есть у него своя горячая линия и e-mail, куда можно обратиться. Спасибо большое, Ольга Лавренюк, адвокат. Благодарны вам за консультацию. Хотели мы с омбудсменом пообщаться, но, к сожалению, не получилось пригласить в эфир. Человек предельно занят именно в этот день. Это, понятно, 1 июня как раз самый разгар.